Здарова, черти и чертята! Дьявол на связи и хочет показать вам, как можно подключить второй геймпад к PS4. В общем, первый DualShock вы уже подключили, да? Я тоже подключил. Нажали кнопку PS, включили плазму и вошли в систему. Отлично! Теперь берем в руки второй, также вот, короче, PS жмем. У нас активируется меню выбора пользователей и, внимание, тут важный момент, обязательно выбирайте тут какого-то другого пользователя. И тогда будет работать. Если вы на своем геймпаде вот на этом пользователе играете, то второй должен быть на другого человека. Если его нет, то можно создать новый аккаунт, прямо здесь, нажав кнопку новый пользователь. Или с компа, или даже с телефона можно зарядиться. А если новый акк делать лень, хочется поиграть с кентом как можно скорее, то можно выбрать режим играть как гость, и тогда работать тоже будет. В общем, я думаю, вы поняли, да? У каждого геймпада свой пользователь. Включили один геймпад, выбрали пользователя Вася Пупкин. Следом за ним включили второй и выбрали Сашу Сидорова. И можно теперь играть вдвоем. Пупкин играет Сидоровым. Какие-то там игры катать, выбивать ачивки и прочую нечисть. И оно на акк будет сохраняться. Если пользователь у вас уже есть, надо нажать создать нового пользователя. Но там внутри его создавать не надо. Уже можно будет войти в существующий. А также, ну, так же самое и зарегаться. По кнопке «Вы впервые в сети?» и так далее. Выполнив вход в другой аккаунт, можно запускать игру на двоих и пробовать сражаться. Выбираем в меню два игрока. Игрок против игрока. Теперь бойца там как надо настраиваем. А чтобы вторым выбрать, надо крестик нажать на втором геймпаде. И тоже погнал выбирать. Все в бою шикарно работают. Если у вас не работает, короче, вы жмете кнопку «ПС», но на консоли вообще ничего не появляется, то вот тут, конечно, беда, беда. Короче, надо переанстраивать всю систему. И в этом нам поможет святой дух. Делается это легко. Возьмите любой USB кабель. Микро-USB, как для зарядки старых телефонов юзайте. Один, конечно, вставьте в плойку, а другой в свой DualShock. Все, теперь повторите все, что я вам рассказывал ранее. Там жмите «ПС», выбирайте пользователей, гостевой режим или создавайте новый. Когда все заработает, проводку можно будет, конечно же, отключить. В следующем видео покажу, как подключить DualShock и DualSense к ПК. Подпишись, чтобы не пропустить. А еще я тут недавно показывал, как можно одновременно играть на консоли и курить кальян. Советую это видео. А также обзор удобной сумки для PS4 посмотрите, очень прошу. До скорой встречи, моя любовь к вам навечно. А кто не лайкает, тех не люблю, пока.